Доктор Скачко Здравствуйте! Приветствую вас на канале Школа Доктора Скачко. А я Доктор Скачко. Врач, фитотерапевт, диетолог. Автор десятков опубликованных книг, брошюр, научных статей, сотен видео. В этом видео на своем канале решил запустить серию видео как же правильно пить воду в широком смысле этого слова. Большинство считает, что нужно определиться между двумя точками. Известно, что человеку нужно ежедневно употреблять либо полтора, либо два литра воды. Если вы для себя определились, какое количество воды вам нужно в сутки, то ваше здоровье, крепкое здоровье, по умолчанию прилагается к этой цифре. Но! Если любой здравомыслящий человек посмотрит на две скажем так полярных ситуаций. А именно, маленького ребенка, который стоя может быть незаметен в мониторе, он оказался просто меньше. Либо взрослого человека, часть которого видна в мониторе, верхняя часть будет выше, а нижнее соответствие ниже. то! Понятно, полярные цифры. Ребенку нужно полтора литра воды, а взрослому два. Но! Маленький ребенок, хронически употребляя ежедневно полтора литра воды, может попасть в водное отравление. Со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Взрослый человек, ведущий активный образ жизни, употребляя ежедневно два литра воды, может попасть в элемент хронического водного голодания. Это не сухое голодание в прямом смысле слова. Потому, как два литра воды все-таки ежедневно заходит в организм. Но! Хроническое водное голодание, иными словами, хроническую недостаточность воды в рационе, он может приобрести. Отсюда следуют иные негативные последствия для его здоровья. И некоторые заболевания. Более того, нужно не просто определиться вам полтора либо два литра воды в сутки. Потому, как цифра может быть иной. И в видео на моем канале вы постепенно просчитаете, какая потребность в воде ежедневная у вас есть. Нужно еще ответить на один важный вопрос. В какие периоды дня вам нужно употреблять эту воду? Нужное вам количество воды нужно правильно распределить на протяжении дня. И в какие-то периоды дня воды нужно больше. В какие-то меньше. В какие-то периоды дня, если вы, не дай бог, начнете употреблять воду, она будет не просто вредить вашему здоровью. Она может резко оборвать вашу жизнь. И это тоже нужно знать. Это тоже нужно правильно использовать. И со временем вы узнаете, что вода это не такое простое соединение. И очень непросто его использовать правильно. Чтобы уровень здоровья у вас как минимум сохранялся. А как максимум еще и включив какие-то правильно скомпенсировать те возможности, которые в организме есть. В здоровье можно еще и увеличить. Коридор возможностей можно увеличить. Если вы правильно делаете многие события. У меня более 10 видео на этом канале. как правильно дышать. Когда я подходил к этой теме, думал, напишу 2-3 видео и все. Когда я начал писать разные видео, смотрю, вот эта тема, вот эта, вот эта. Тут не освещено. Тут возможно люди не знают, как делать правильно. Как правильно дышать. Такие видео есть на моем канале. Если вам это интересно. Потому как только научившись правильно дышать, вы можете переходить к вопросу, как правильно пить воду. Потому как вода должна доставить на уровень клеток те питательные вещества, которые должны быть окислены кислородом. Вы должны излечь энергию солнца и использовать по своему усмотрению. Видео, как правильно питаться, будут уже после того, как вы научитесь правильно пить воду. Я последовательно, по мере усложнения даю информацию. Но пройдя обучение в школе, вы будете знать, как же вам жить лучше и дольше. И что такое тот самый мифический здоровый образ жизни. О котором все слышали, но не знают, что это такое. Как его вести правильно в соответствии с вашим полом, возрастом, сезоном года, особенностями трудовой деятельности. Ну и другими особенностями, которые неизменно влияют на ваш организм. А вы должны создать своему организму такие условия, чтобы он в любых экстремальных ситуациях не просто выживал, а жил хорошо, спокойно, без болезней. Вот какие еще особенности по правильному потреблению воды? Я в этом видео расскажу прямо сейчас. Последовательно просматривая видео на этом канале, вы также узнаете, как правильно пить воду в широком смысле этого слова. В зависимости от разных обстоятельств. А именно, как правильно пить воду маленькому ребенку, как правильно пить взрослому человеку, либо пожилому человеку, либо человеку, у которого есть те или иные заболевания. Так же, как правильно пить воду в зависимости от пола. Мужчинам и женщинам нужно по-разному пить воду. И это нужно знать и правильно использовать. В разных климатических условиях нужно по-разному пить воду. Разные погодные условия по-иному требуют употреблять воду. Правильно меняя употребление воды в разных условиях. В зависимости от приема пищи нужно по-разному пить воду. Отличаются особенности правильного употребления воды. До еды, во время еды, после еды, между приемом пищи. Также по-разному нужно пить воду в зависимости от занятий спортом, либо тяжелым физическим трудом. И по-разному нужно относиться к воде. До занятий спортом, во время и после. А также между тренировками. Очень много особенностей есть. И эти нюансы важно знать. Если вы знаете нюансы, вы живете лучше и дольше. Если вы не знаете, вы провоцируете в организме различные заболевания. Живете хуже и менее продолжительно. Эти все моменты присутствуют. Более того, количественный фактор имеет значение в каждом из выше перечисленных случаев. Но есть еще и качественный фактор. Ведь чистую природную воду сегодня днем с огнем не найти на планете. Есть природная вода, очищенная. И у многих знак качества чистая вода. Но! Такая чистая вода, она может быть применима при определенных обстоятельствах. Но! Учитывая вот те переменные по количеству, там еще важно учитывать и качество воды. И разная вода нужна вам во всех выше перечисленных ситуациях, которые я уже перечислил. Иными словами, большинство употребляет техническую воду. А я бы сказал, вам нужна диетическая вода. Да, знают некоторые люди, больные различными заболеваниями, что есть курорты с минеральными водами. Да, согласен. При определенных заболеваниях вы едете на питьевой курорт. И в течение двух-трех недель получаете результат по вашему здоровью. Ну, если вы курорт выбрали правильно. А что делать вам остальное время? Потому, как если вы посмотрите на жителей этих курортов, у вас может появиться вопрос. Почему они далеко не всегда излучают полное здоровье? Чаще всего у них есть определенные проблемы, от которых они, будучи постоянными жителями этого курорта, употребляя постоянно минеральную воду, здоровье они не приобретают. А во многих случаях теряют. Потому, что минеральные воды можно употреблять короткими курсами. Две-три недели, возможно чуть дольше, но дальше стоит точка. Потому, что обилие минеральных солей, которые заходят в разном количественно качественном составе в организм с водой, влияют как-то на обменные процессы. Но! Если вам нужно ускорить одни процессы, вы выбираете один курорт или затормозить. Иные процессы активируются либо тормозятся на другом курорте. Но! Всю жизнь тормозить либо активировать нужно с умом! А нужно ли? А может ли ваш организм выдержать такую активацию либо торможение? И вот здесь возникают сложности с обменом веществ. Поэтому важно, очень важно знать! Не просто, как вам пить чистую воду, либо лечебную воду. Есть еще одно понятие – диетическая вода. Иными словами, правильная вода для ребенка и для взрослого – она разная. Правильная вода до еды, во время еды и после еды – она разная. Это вопрос не к техническому эксперту, который знает, как очистить воду от всего, что там может быть. Теоретически и практически. А вопрос к диетологу. Как правильно подобрать воду в каждой из этих ситуаций? И эти вопросы, если вы перед собой ставите, то в моих видео вы со временем найдете и ответы на эти вопросы. Что такое диетическая вода? И как ее правильно приготовить? Для того, чтобы в разных ситуациях ваш организм, если он попадает, он выходил с наименьшими потерями, либо с наибольшим плюсом по своему здоровью. Вот на этой позитивной ноте я это видео, в большей степени информационное такое, буду заканчивать. А в следующем видео вы узнаете, зачем вам пить воду. А нужно ли вообще в принципе ее пить, если вот так много сложностей. До новых встреч на моих каналах! Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить на него лайк. Отправить ссылочку на него своим друзьям, знакомым, родственникам. Чтобы не пропустить очень важную информацию. Ну а чтобы легче вам было искать видео на моем канале, и ссылка на следующие видео вам пришла своевременно, не забудьте подписаться на мой канал. Подписка бесплатно. Осуществляется всего одним кликом. Одно движение мышью. Вы подписчик канала. И все видео на этом канале вы находите легко. Все обновления получаете среди первых. До новых встреч на моих каналах! Крепкого вам здоровья! И разумного к нему отношения!